У нас 13.00, время московское. Начинаем. Начинаем сегодняшний вебинар. Собственно, недавно провели мероприятие, неформальное, но оно было неформальное за кадром, а так подводили итоги года. Поэтому это мероприятие можно посмотреть на нашем канале YouTube, ровно как и сегодняшний вебинар, сразу забегая вперед, тоже будет в записи. Ссылку я вам скинула, посмотрите на нее, сохраняйте. Все вебинары, которые у нас есть, безусловно, выкладываются в записях в течение двух-трех дней после. Ну что, тема сегодняшнего эфира у нас «Психология цвета и другие приемы нейромаркетинга для фитнеса». Для меня тема новая. Буду с удовольствием слушать и зову Наталью Тараканову. Наташа, я тебе выслала приглашение. Тебе надо будет его принять и появиться у нас в эфире. Всем привет! Да, Наташа, привет! Не видно меня, слышно, да? Все хорошо. Ты представься, пожалуйста. Меня зовут Наталья, я руковожу фитнес-клубом «Стиль жизни», это город Ярославль. Вообще я не маркетолог, я директор клуба. Но, во-первых, маркетинг – это моя большая страсть, и я считаю, что это такая движущая сила бизнеса, одна из основных. Мне это очень интересно. Я изучаю, вот как раз сейчас углубилась в тему нейромаркетинга. Это такая наука на стыке маркетинга, психологии и нейрофизики. И это то, как вообще работает наш мозг. На самом деле только на 5% нашей действительности управляет наше сознание. И на 95% все, что вокруг нас происходит, все ситуации, к которым мы притягиваем решения, обстоятельства жизненные, это продиктовано нашим бессознательным. И вот поэтому мне интересна эта тема. Я это изучаю, и я просто хочу поделиться теми знаниями, которые, мне кажется, мы можем все вместе использовать в такие прикладные вещи прямо здесь и сейчас. Круто. На самом деле я тебе скажу, что тема очень актуальная. Вот у меня есть любимейшее мероприятие. Она проходит в Москве, но уже какой раз онлайн. Это рефорум. И очень большая его часть была посвящена изучению мозга. Как мы реагируем, как с ним бороться. Как с ним? Поэтому я исчезну сейчас из эфира. Посмотри, пожалуйста, вниз, там, где слайды. Ты видишь презентацию, ты ее должна видеть. Там, переключай стрелочками, чтобы мы все были спокойны. Да, все отлично. Все. Я тогда тебя оставляю. У тебя час времени. И вернусь через час, как только ты меня позовешь. Хорошо. Ну, я думаю, мы немножечко поменьше, покороче делаем эфир. Ну, ладно. В общем, давайте начинать. Дорогие зрители, сразу хочу сказать, что это материал не моего авторства. То есть я не нейромаркетолог. Я просто делюсь теми знаниями, которые я получила в процессе обучения, в процессе вообще поиска какой-то информации. Поэтому не судите строго. Я буду подглядывать, так как всех этих вещей наизусть я не знаю. Но я думаю, что здесь сам материал будет более полезен и более интересен вам, чем моя манера проводить вебинары, онлайн-встречи. Поэтому не судите строго. Ну, поехали. В общем-то, цвет – это… Цвет влияет на наше восприятие, хотим мы этого или нет, и вызывает у нас определенные, так сказать, даже инстинктивные реакции каждый раз, когда мы видим какой-то цвет. Более того, проводилось исследование, благодаря которому ученые выяснили, что мы чувствуем цвет даже кожей. Даже когда мы с закрытыми глазами, людей помещали в комнаты, одна комната была с красными стенами, у людей завязаны глаза, да, и вторая комната была синими стенами, и у них замеряли пульс. Так вот, в красной комнате пульс был выше, несмотря на то, что они не видели цвет. То есть, получается, даже кожей мы цвет способны ощущать. Естественно, разные цвета, они могут вызывать, ну, и вызывают у нас разные эмоции, они могут отталкивать, привлекать и подвигать на какие-то действия. Знаете, я вот сразу хочу сказать, что, так как я сказала вначале, что мне эта тема вообще интересна, все-таки я сейчас говорю про региональные фитнес-клубы, про провинции, да, ну, хотя на самом деле и в столичных такое бывает, я подписана на несколько аккаунтов коллег, и все-таки, вы знаете, вот эта вот бомбежка акциями, спецпредложениями, особенно под конец месяца, все-таки никуда не девается, это из нашей индустрии, и как-то вот ценовая, не знаю, не хочется назвать это война, но, тем не менее, почему-то делают акценты на скидки, хотя, мое личное мнение, скидки через некоторое время вообще будут, ну, они уже плохо работают, они вообще не будут работать, потому что человек со всех сторон, вот эти вот предложения сыплются, и ценности в этом, мы уже просто, наш мозг, мне кажется, фильтрует вот эту всю рекламу, поэтому я предлагаю все-таки всем как-то смотреть на свои рекламные кампании более креативно. Ну, ладно, это было отступление лирическое, небольшое. Так вот, наш глаз способен различать огромное количество оттенков, до полутора миллионов, и причем цветовое восприятие, оно возрастает до 25 лет, потом потихонечку снижается, и, как оказалось, женщины более чувствительны и различают большее количество оттенков, чем мужчины. А еще, вот интересно тоже, что чем выше коэффициент интеллекта у человека, тем более сложные оттенки он предпочитает. И с возрастом мы меняем свои цветовые предпочтения. Вот картинка, которая демонстрирует, сколько различных оттенков воспринимает женщина, и как это видит мужчина. На эту тему много шуток в интернете, когда там дорогой, да, выбери лак, и там 25 похожих оттенков, и мужчина в таком недоумении, да, типа что-то выбирать. Мне кажется, что важно понимать, когда мы рекламу какую-то делаем, какие-то рекламные макеты, вообще продумываем составляющие рекламной кампании, все-таки кто наша целевая аудитория больше, ну и в зависимости от этого совершать правильные действия. Это статистика по любимым цветам мужчин и женщин. Как оказалось, даже для меня это было открытием, не знаю, как для вас, синий самый любимый цвет у большинства людей и у женщин, и у мужчин. На втором месте у женщин фиолетовый, да, а у мужчин его вообще нет. В фаворитах тоже интересное наблюдение ученых, наблюдение статистическое. Дальше зеленый, у мужчин черный, красный, вот тут примерно одинаково. Ну вот видите, да, какие цвета любимые. Причем, если честно, я думаю, что это просто цвета по восприятию, то есть это не в одежде, нигде, а вот ну просто нравится цвет. Такого рода было исследовано. Итак, давайте перейдем к тем, какие ассоциации вызывают цвета, какие реакции и так далее. Красный, ну, самый такой, наверное, да, не знаю, яркий что ли и волнующий цвет. Я вот тут подобрала даже несколько логотипов наших коллег, кто использует красный. У нас, кстати, в логотипе тоже есть красный, нашего клуба, но это не единственный цвет. Также крупные компании, вот еще, да, Coca-Cola, Magnit, Альфа-Банк, РЖД, тоже красный любят. Итак, что же это за цвет такой? Красный на самом деле, он побуждает человека к действию. То есть это такой прямо, такой импульс совершить действия вызывает, и поэтому красный часто используется на распродажах, да, каких-то, каких-то рекламах, где есть какой-то призы, да, купи и так далее. Естественно, красный – это цвет крови, цвет страсти, любви, цвет даже власти, но при этом нужно быть очень аккуратным с красным цветом, потому что когда его много, да, то есть когда он, например, не в сочетании с какими-то цветами, а только красный, он может вызывать еще и агрессию, раздражение и даже тревогу, потому что это как такая некая опасность транслируется через красный цвет. Кстати, дальше мы будем говорить про сочетание цветов, ну, пока, вот, пока просто про цвета в отдельности. Оранжевый цвет. Я, кстати, не буду вас мучить спрашивать там ассоциациями, хотя можно было бы, и вы бы обнаружили, если бы мы такое сделали, просто поскольку я не вижу аудиторию, мне достаточно сложно с ней общаться, но когда общаешься с людьми и видишь их вживую, я задаю вопрос, и обычно ассоциации плюс-минус одинаковые практически у всех, хотя есть ли некоторые люди, которые воспринимают цвета по-своему, но их меньшинство, поэтому на большинство все цвета одинаково воздействуют, и все примерно одинаково ассоциации с ними имеют. Так вот, оранжевый. Значит, оранжевый цвет тоже парочка, а, World Dream, да, сетка, не знаю, кстати, она представлена сейчас в России, по-моему, там переименовались, да, вроде бы один клуб остался, не один, наверное, два или три, ну, короче, ладно, не буду углубляться в это, не знаю, но знаю, что раньше был такой логотип, сейчас, по-моему, даже другой. Итак, оранжевый вообще хороший, хороший цвет, про прилив жизненных сил, настраивает на оптимизм и радость, ассоциируется со здоровьем, развивает творческие способности, но при этом не стоит забывать, что оранжевый цвет, стоять, ассоциируется с дешевизной, и оранжевый, и желтый цвет, про который мы поговорим дальше. То есть это как бы с одной стороны классно, потому что все вот эти вот вещи, радость, оптимизм, да, энергетика, это все, что созвучно с нашей индустрией, с фитнесом, но при этом нужно быть очень аккуратным при использовании этого цвета, особенно если ваши клубы не в эконом-сегменте, в высоких ценовых сегментах, потому что ассоциации с оранжевым цветом у людей это дешевизна. Желтый. Цвет неоднозначный. С одной стороны, желтый, он говорит тоже о такой, вызывает ассоциации коммуникабельность, доброта, общительность, радость и так далее, но при этом, например, желтый используется практически во всех знаках предупреждающих, на машинах, на каких-то технических средствах, там едет трактор, бульдозер, даже вот знак там осторожно, скользко, вот у нас, например, стоит в бассейне, там такой треугольничек с знаком восклицания, наверняка видели такие знаки, предупреждение об опасности, там часто используется желтый цвет, плюс интересный момент про желтый цвет, желтый наделяет предметы как будто бы интеллектом, поэтому его часто используют в рекламе каких-то гаджетов, умных, так называемых гаджетов, потому что вот он почему-то, его такое интересное свойство придает предметам интеллект. Напомню, что желтый тоже ассоциируется с дешевизной. Зеленый. Отличный цвет в том плане, что он расслабляет наш зрительный аппарат, это очень приятный цвет для восприятия, он ассоциируется с природой, с естественностью, с чем-то натуральным, причем зеленый может быть разных оттенков, такой с желтизной, и тогда это будет ассоциацией с скорее болезненностью, с завистью, вызывать, а если он оттенок ближе к синему, то тогда это более позитивные ассоциации, как раз с чем-то натуральным, с прочностью, с надежностью, с долговечностью. Зеленый цвет часто можно увидеть в рекламе каких-то экотоваров, то есть у нас постоянно подсознательно срабатывает, что здесь что-то натуральное в составе, скорее всего на косметике это часто используется. Вот здесь я привела примеры наших коллег, которые используют зеленый цвет, цветовые сочетания, к ним чуть позже вернемся, то есть все, что связано с эко, с натуральным, это про зеленый. Далее цвет голубой. Голубой цвет, я его просто обожаю, вот сеть Брайтфит, кстати, используют наши коллеги, тоже голубой цвет. Голубой вызывает ассоциации духовности, ассоциируется с небом, с водой, с чистотой, со спокойствием, с плавным движением, развитием. Хороший, аккуратный цвет, от него можно получить огромное количество пользы. Цвет нераздражающий, то есть его может быть много. Вообще цвет такой, даже слегка эзотерический в каком-то смысле по ассоциациям. Ассоциациям. Синий. Про синий вообще очень интересно. Помните, да, вначале я приводила данные исследования, когда синий оказался самым любимым цветом среди, вообще, по статистике, и среди мужчин, и среди женщин. Интересно. Оказывается, этот цвет у нас ассоциируется, вот, кстати, Максимус, Руслан, привет, тоже использует синий цвет в логотипе. Синий ассоциируется, ну, Единая Россия, да, не зря, я думаю, что вообще в таких, как это правильно сказать, в таких серьезных организациях, вообще в крупных корпорациях, естественно, политики тоже используют все эти технологии, как никто, мне кажется, даже чаще, чем кто-либо другой. Естественно, они неспроста имеют такой логотип, потому что синий вызывает ощущение надежности. надежности и авторитетности. Он нераздражительный, он вообще, наверное, самый такой универсальный, да, то есть его тоже можно использовать очень много, и он вызывает доверие и привлекает внимание, кстати, хотя он не настолько яркий, как, например, красный, но внимание тоже привлекает. Фиолетовый. Помните, да, что у мужчин фиолетового среди фаворитов вообще нет, у женщин есть, причем там в начале где-то рейтинга. Фиолетовый, это цвет, фиолетовая корова, наверное, помните, да, книга такая есть, это цвет творческих людей. С помощью этого цвета легко подчеркнуть новизну, креативность какого-то продукта, то есть вот он воспринимается так именно как что-то новое, что-то творческое, необычное, причем он в этот цвет несет в себе внутреннюю гармонию, сосредоточенность, так новизну, креативность я сказала, опытные маркетологи советуют использовать этот цвет как раз в рекламе новых товаров, и если мы хотим представить себя как творческую натуру, да, это тоже про фиолетовый цвет. Черный, ну, классика, да, мы называем его классическим цветом, тут нужно быть аккуратным в плане того, сколько черного мы демонстрируем. Ассоциации разные, вот здесь у меня в презентации указано, что он ассоциируется с чем-то темным, угрюмым, грустным, ну, не самые, как будто лучшие ассоциации он вызывает, хотя при этом черный это также будет про престиж, про элитарность, но это скорее, когда уже в сочетании с другими цветами, и к этому мы вернемся попозже. Белый. Ну, наверняка все, кто занимается рекламой, знают, что лучше всего воспринимается текст на белом фоне, то есть лучше всего читаемый текст, это текст на белом фоне. Сам по себе это цвет чистоты, открытости, нейтральный цвет, никогда не вызовет раздражение или негативных эмоций, но и нужный посыл при помощи белого цвета донести будет достаточно сложно. Повторюсь, что белый фон это отличный фон для каких-либо надписей. Отличный эффект дает сочетание белый и красный. И как раз когда речь идет про акции, скидка, о какой-то цене, которую нужно выделить, беспроигрышный вариант это красный на белом фоне. Далее в табличке вот у меня уже сводная такая информация о том, все-таки можете заскринить, если кому-то это понадобится. Как воспринимаются цвета? Напоминаю, что желтый и оранжевый, несмотря на то, что они вызывают у нас приятные ассоциации с теплом, с уверенностью, яркостью, не стоит забывать, что они все-таки про дешевизну. Молодость ассоциируется естественно с яркими цветами, это голубой, желтый, оранжевый, зеленый. Кстати, есть три цветовых типа личности, но к ним мы чуть попозже подойдем. Теперь про профессионализм и деловитость. Ну, наверняка ни для кого не секрет, что естественно цвета, которые воспринимаются нами как наиболее надежные и солидные это темно-серый, темно-синий, черный. Это мы уже говорим про впечатление, как производится человек, как он одет. Прочность, долговечность ассоциируется у нас темно-коричневым цветом. Голубые, бледно-зеленые, голубые оттенки вызывают ощущение нежности, такой воздушности. Это тоже про одежду. Так, и вот интересная тема про цветовые типы личности. Существует три цветовых типов личности. это цветовые лидеры, цветовые скромники, цветовые нейтралы. Значит, первая и самая малочисленная группа это цветовые лидеры. Это люди, которые предпочитают яркую одежду, яркие образы, яркие автомобили, яркие предметы бытовой техники, интерьеры. Как правило, это люди, которые следят за модой, уверены в себе, не боятся выражать свое мнение. Таких 20% всего. Они, как правило, среди них есть люди достаточно солидного возраста, 45-65, у которых уже в жизни все добились. Хотя, не знаю, 45 опять же это из исследования, я думаю, что и помоложе есть такие люди. По крайней мере, я точно знаю таких среди наших, допустим, клиентов, и также есть определенный, определенная прослойка молодежи, которые тоже такие еще пока энергичные, амбициозные, тоже любят яркие цвета. Вообще, вот эти люди, цветовые лидеры, они являются движущей силой рынка. Они новаторы, они откликаются на какие-то новинки, то есть они не боятся пробовать что-то новое, из 20%. Вторая группа цветовые скромники. Цветовые скромники, где наш слайд? Люди прагматичные, рациональные, предпочитающие функциональность. в своем гардеробе они естественно придерживаются более таких традиционных цветов, наверное, это синий, серый, ну, естественно, светлые оттенки, бежевые, коричневые. Это люди, их 50% всего от общей численности, люди, которые рациональные и ценят функциональность. В принципе, наверное, тут все сказано, причем часто это люди среднего достатка, и их по статистике больше всего. И цветовые нейтралы ездят, как правило, на традиционных, допустим, черных автомобилях, если у них есть какой-то, допустим, синий, там, не знаю, пиджак, блейзер, и он пришел в негодность, они купят синий, они не сторонники вообще что-либо менять, и таких людей вообще по статистике 30%, то есть вторые по численности послецветовых скромников. И самая основная вообще мысль, зачем понимать, кто наши клиенты, для того, чтобы просто правильно производить на них впечатление. Если мы хотим, чтобы люди нам доверяли, или хотим убедить в чем-то наших, нашу целевую аудиторию, то нужно выбирать те цвета, которые в той же находятся группе, как и они сами. Если мы хотим показать себя более творческой личностью, динамичной, современной, мы выбираем более высокий цветовой профиль, ну и наоборот, если мы хотим продемонстрировать свою надежность, внушить доверие, выбираем низкий цветовой профиль. зачем, как вообще это применимо, да, как я это вижу, например, в нашей индустрии. Если вы понимаете, что ваша целевая аудитория, например, цветовые скромники или цветовые нейтралы, и при этом вокруг пестрят какие-то яркие цвета, да, ну как бы не факт, что у людей это вызовет нужные эмоции. И здесь, вы понимаете, существует, понятно, что маркетологам, например, часто маркетологом может быть какой-то молодой, активный, да, такой амбициозный, классный сотрудник, который предпочитает, например, яркие цвета в силу того, что он просто, он еще молод, и он вообще как раз входит в те 20% цветовых лидеров, которые, про которые мы говорили в начале. И он, соответствуя своим цветовым предпочтениям, все вокруг, да, ну, все, что можно, там, постматериалы, еще что-то, оформление, может быть, социальных сетей, что-то еще в вашем клубе, делает в таких же, ну, допустим, цветовых гаммах, там, оранжевого, желтого, не знаю, ярких цветов. Да, при этом вы понимаете, что ваша целевая аудитория это второй и третий сегмент, то есть нейтралы или скромники. Ну, не факт, что это самое лучшее решение, поэтому я считаю, что вот такими знаниями обладать неплохо и понимать свою целевую аудиторию, чтобы вызывать нужное впечатление у нее. Конечно, если мы такой динамичный, например, клуб, да, и, ну, ладно, это я уже в другую тему ушла, продолжаем по презентации. Цвета делятся на теплые, холодные, нейтральные. Я думаю, что это все знают, поэтому сейчас время тратить не будем, а перейдем к очень интересной теме, такой, как сочетание цветов. Так, ну, розовый, понятно, что ассоциируется с хрупкостью, с такой нежностью, романтичностью. Скорее, больше про одежду. Одежда сейчас, наверное, нам не очень актуальна, поэтому мы это пролиснем. И обратимся к сочетаниям цветов. Кстати, хочется сказать, что когда человек видит какую-либо картинку, он воспринимает не цвета по отдельности, а он воспринимает их сразу вместе, то есть воспринимает как сочетание. Интересный факт, холодные оттенки в интерьере голубой и зеленый заставляют покупателей тратить больше. Вот, на экране презентации стеллаж, ну, на вид это пятерочка, очень похоже, вот, то есть использовать неспроста. кстати, вот тоже интересный момент по восприятию цены в зависимости от ценника. Посмотрите на рисунок, здесь изображены ценники с одинаковой ценой, и они расположены в зависимости вот, дорого-дешево, то есть выше расположены те ценники, которые воспринимаются покупателями дороже, хотя цена везде одинаковая. Это тоже статистическое исследование, посмотрите, то есть вот оранжевый, да, мы говорили о том, что он воспринимается дешево, самый дорогой это воспринимается так ценник из-за того, что добавлен такой сверкающий элемент, черно-белое сочетание тоже хорошее, сейчас о нем поговорим. Кстати, еще такой момент тоже интересный, когда вы видите какой-то например, афишу, да, где есть картинка и текст, сначала мозг будет рассматривать картинку, изучать картинку и только потом читать текст, это тоже такая автоматическая реакция нашего мозга. Итак, примеры удачных сочетаний цветов представлены на картинке, это черный-желтый, белый-черный, но это традиционно, черный с желтым, интересное сочетание желтый с красным, фиолетовый, мой любимый, с желтым, тоже неплохое сочетание, ну и давайте, что же они значат, желтый плюс красный, стремление к завоеванию и к новизне, помните, мы говорили о том, что красный это цвет агрессии, его нужно бы чем-то разбавлять, так вот, если его сочетать с желтым, то, в принципе, очень удачное сочетание, я думаю, что для нашей сферы, так как мы все-таки про активность, про активные действия, про призывы, к чему-то, желтый с красным вполне себе уместное сочетание, зеленый с красным отличное сочетание, потребность в самоотверждении, безопасности, власти, рекомендуется для создания ощущения сил, надежности и прочности, вот ровно такие цвета использованы в логотипе сети Астрон, очень уважаемая, вообще очень люблю эту сеть, Наталья, привет, если вдруг смотришь, и на самом деле надежность, да, при этом сила, ну, в общем, отличная ассоциация, мне кажется, для фитнеса индустрии это просто прекрасно подходит, синий плюс красный, желание покорять, потребность близости, ну, в принципе, покорять, я думаю, что тоже красный это у нас активный, синий надежный и тоже яркий, тоже привлекает внимание, тоже отличное сочетание цветов, мне кажется, для фитнеса вполне себе подходит, красный и черный, такое сочетание очень яркое, вызывающее однозначно внимание, у нас в логотипе черный, красный, правда, у нас там есть белый, тут, наверное, пропорции важно соблюдать, но тоже для фитнеса, я думаю, вполне себе подходящее сочетание цветов, красный плюс белый, здоровье и чистота, ну, понятно, тут у нас даже, да, белая, допустим, униформа медицинских работников с красным крестом, мне кажется, это первая ассоциация, ну, в принципе, тоже здоровье, чистота, удачное сочетание цветов для фитнеса в том числе, синий плюс желтый, динамика, скорость, энергичность, супер, подходит, берем, синий плюс розовый, детство, свежесть, мягкость, материнство, ну, это, наверное, уже подходит для детских клубов, для детских комнат, да, поскольку они много где есть, в нашей индустрии тоже встречаются, поэтому берите на заметку, тоже хорошее сочетание, синий плюс голубой, свежесть, спокой, природа, мне нравится это сочетание, и, судя по ассоциациям, тоже, в принципе, нам вполне себе подойдет удачное, желтый плюс красный, плюс синий, радость и оживление, честно, не знаю, что это за логотип на картинке, ну, судя по ассоциациям, тоже неплохое сочетание цветов, ну, и традиционно, а, нет, еще желтый, красный, оранжевый, зеленый, коричневый, ой, прям вообще, тут целая сборная солянка, но, в целом, бережливость, уход от повседневности, наверное, что-то для мечтателей, достаточно сложное сочетание цветов, черный плюс белый, естественно, это классика, да, это торжественность, шик, роскошь, изысканность, ну, и недаром ставила логотип Encore, естественно, я думаю, что компания все, все вот эти вот как раз ассоциации намеренно вызывает, и это очень соответствует их позиционированию, да, и отличное тоже сочетание цветов, которая тоже очень рабочая, и берем. Вот, собственно, и все, что я хотела сегодня вам рассказать, так что, Юлия, приглашаю тебя в эфир, здесь было полезно. Слушай, было полезно, очень познавательно, у нас вообще корпоративный стиль на мероприятиях черно-белые, я так немножко задумалась, вот, но на самом деле просто для нас это просто красиво, но тем не менее, круто. Коллеги, если у нас есть вопросы, у вас есть время, если вдруг они есть, если вдруг они есть, если нет, тогда будем всем желать сегодня хорошего дня, сегодня день рабочий, и, Наташа, я тебя благодарю, круто, собственно, запись будет выложена, тему, мне кажется, интересно, в целом, еще будет кому-нибудь, кто сегодня не смог посмотреть. Все, давай прощаться. Спасибо большое за приглашение, всем хорошего дня, пока-пока. Пока.